Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Сегодня у нас в гостях директор городского департамента труда и социальной политики Елена Китайская. Елена Петровна, здравствуйте! Здравствуйте! Год еще не заканчивается. И тем не менее, уже сегодня, наверное, можно говорить о некоторых промежуточных итогах и о планах на будущее в отношении финансирования тех программ, которые у нас существуют в городе. Они касаются ветеранов, касаются незащищенных слоев населения. Вот сколько в этом году было предусмотрено денег на эти цели и удалось ли профинансировать эти программы в этом году? Действительно, вы правильно заметили, в этом году у нас две программы. Впервые была принята программа, которая касается социальной поддержки только ветеранов наших. И общий объем финансирования на эти программы был предусмотрен 66 миллионов. Это почти на 24 миллиона больше, чем в прошлом году. То есть мы имели очень хороший результат. Что касается финансирования, наверное, это основной вопрос, который волнует людей, потому что принять программу еще не значит оказать помощь. Сегодня мы уже имеем выполнение программы почти на 85%. Более 50 миллионов различных видов помощи назначено. И самое главное, профинансировано. Финансируются у нас социальные выплаты в первоочередном порядке. Сегодня нет задолженности по социальным выплатам. И мы говорим о том, что это эти выплаты на особом контроле, как мэра города, так и, понятно, всего департамента социальной политики. Ирина Петровна, на какие обычно цели идут эти выплаты? То есть я знаю, что это может быть и единоразовая помощь людей, которые оказались в сложной ситуации, обратились, какую-то сумму получили. Обычно на какие цели выдаются деньги? Программы предусматривают различные виды как социальной помощи, так и социальных услуг. Это могут быть ежемесячные выплаты в виде стипендий городского головы. В основном это лица, принимавших участие в боевых действиях при обороне, освобождении города Одессы, участникам парада победы, инвалидам афганцам. Но есть и, конечно, наиболее количество людей, которые обращаются за одноразовой помощью для решения своих каких-то проблем, в основном, которые касаются их здоровья. То есть вопросы лечения, приобретения медикаментов, приобретения слуховых аппаратов, лечения глаз. Вот сегодня это те основные вопросы, с которыми обращаются к нам одесситы. Действительно, с учетом того, как выросли цены как минимум на медикаменты, наверное, таких обращений все больше. Елена Петровна, я понимаю, что, наверное, сейчас уже время планировать формирование таких программ и на следующий год. Как вы будете их планировать, с учетом того, что, на самом деле, наверное, неизвестно, насколько они смогут быть профинансированы. То есть от каких-то, возможно, вещей придется отказаться. Какова политика в планировании этих программ? Вы знаете, я уверена, что в этом году программы будут выполнены на 100%. То есть если будет недовыполнение, не потому что нет финансирования, потому что просто все социальные выплаты, они назначаются по личному обращению. Поэтому все обращения, которые будут, мы будем рассматривать. А вот что касается следующего года, то я заявляю, что ни одна социальная программа не будет урезана. Это такая позиция нашего городского головы. И нам четко поставлена задача рассмотреть не только ставить то, что есть хорошего, но и внедрять какие-то новые виды выплат. Расширять будете это? Конечно. Вот, например, учетом роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Мы говорим, что основным видом социальной помощи остается все-таки государственная поддержка в виде субсидий и компенсации, которая была введена с 1 июля. Но будут ситуации, когда семья по критериям государственной помощи не подойдет, но она будет нуждаться в поддержке. И вот тогда муниципалитет уже возьмет на себя, и мы планируем в следующем году единоразово на отопление, на газ семьям, которые не будут иметь право на государственную поддержку, оказать муниципальную помощь 500 гривен одноразово, либо на тепло, либо на газ. То есть на основные... В каких случаях это может происходить? В основном мы думаем, что это будут работники бюджетной сферы, это будут молодые семьи, которые работают не на достаточно высокой заработной плате, и те, которые по критериям, еще раз повторюсь, государственные, будут иметь право на субсидию, либо на компенсацию. То есть, например, бывает, когда излишняя жилая площадь, но... Может быть, доход превышает на какие-то... Пенсионеры об этом укорят. ...несколько рублей, и в отношении тех людей мы не можем принять решение по государственной, помощи, но чтобы не оставить их без поддержки, здесь город будет брать уже на себя. В любом случае, это всегда решается в индивидуальном порядке. То есть, вот, ну, куда обращаться, что приносить, какие документы, где эти вопросы решаются? Вы знаете, да, вопросы, еще раз повторю, по личному обращению с соответствующим пакетом документов. В состав пакета документов, как правило, входит справка о составе семьи и справка о доходах для того, чтобы определить именно нуждаемость лиц. И, конечно, те документы, которые подтверждают, на какие цели человек просит. Либо медицинские выписки, либо счета, чеки какие-то. Но в этом году мы приняли порядок рассмотрения таких заявлений и определения материальной помощи. И был утвержден новый состав попечительского совета. Который, собственно, принимает решение. Да, по распоряжению городского головы, который коллегиально, индивидуально рассматривая каждое заявление, принимает решение. И поэтому могут быть ситуации, когда человек просит одну сумму, оказывается, ему меньше сумма, потому что есть, допустим, дети трудоспособные, неработающие, либо доходы, позволяющие все-таки самостоятельно решить ту или иную проблему. Вот есть, когда удовлетворяются суммы в полном объеме, который человек просит. Но в каждом случае это все индивидуально. И, Елена Петровна, я понимаю, вы уже упомянули о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, которые выросли. То есть в этом году, наверное, больше людей стало обращаться за субсидии. Или не обращаются. То есть вот как сейчас идет процесс оформления государственных субсидий и компенсации на тарифы? Мы много раз говорили о субсидиях и разъясняли, что необходимо обращаться, необходимо оформлять эту государственную помощь. Довольно простой механизм, как мы помним. Абсолютно упрощенный механизм, вы правильно подчеркиваете, потому что там необходимо, как правило, только заявление и декларация. И справка, если работающие о доходах за 6 предыдущих месяцев обращаются в районное управление социальной защиты по месту регистрации, либо почтой пересылать эти документы, это тоже допускается. Но, к сожалению, пока мы видим, что количество обратившихся у нас не настолько увеличилось, насколько мы ожидали. Возможно, потому что только начался отопительный сезон, и люди вот в ноябре... Еще не все испугались этих счетов. Еще не видели счетов, в ноябре они это увидят. И я думаю, что все-таки то количество людей, которое мы планировали, мы планировали увеличение где-то в два раза количества получателей субсидий, оно все-таки будет. Потому что финансирование идет за счет государственного бюджета. Субвенция городу на этот год почти 36 миллионов на эти цели. А мы пока использовали только 9 миллионов. То есть есть возможность получить государственную поддержку, надо только обращаться. Давайте тогда еще раз напомним, собственно, вот какие документы нужно предоставить. То есть действительно, механизм достаточно прост. Еще раз о нем напоминаем. Для оформления субсидий необходимо обратиться в районное управление социальной защиты, имея при себе паспорт и идентификационный код. Если это семья из только нетрудоспособных членов семьи, то заполняется только декларация и заявление, установленного образца на месте. Сотрудники помогут оформить и заполнить эти документы. Если же в состав семьи входят трудоспособные работающие, либо студенты, то предоставляется справка о доходах за 6 предыдущих месяцев. И все. И все. Все остальное это делает уже социальная служба. Это субсидия. Если речь идет о компенсации, это новый вид социальной поддержки, который был введен с 1 июля. Это компенсация в связи с ростом цен на газ и на тепло. То дополнительно предоставляется справка с места жительства. Но в любой ситуации необходимо обращаться. Даже если есть условия, которые не дают возможности назначить на законных основаниях субсидию, то у нас есть возможность назначения в порядке исключения. Поэтому я знаю, что многие не обращаются, потому что думают, что есть какие-то излишки жилой площади, что есть недоброспособные, неработающие. И какие-то ситуации, которые они с точки зрения людей считают, что им не положено. Надо проверять, потому что сегодня есть новые социальные нормативы, которые были введены с 1 октября. Практически сегодня при обращении каждая семья получит субсидию на всю жилую площадь, потому что поменялись эти социальные нормативы. И сегодня мы говорим о том, что субсидия, она поможет людям оплатить вот те счета, которые они получат после увеличения тарифов. Ну и надо понимать, что, я так понимаю, очередей сейчас нет таких больших. То есть надо идти, это достаточно будет легко и просто оформить. Вала людей сейчас. Сегодня пока нет. Но я думаю, что учитывая, что все-таки ноябрь месяц, мы считаем, что ноябрь-декабрь будет пиком, то да, даже если сегодня будет много людей, мы поменяем графики работы. Но и сегодня управление работает с 9 до 18, без обеденных перерывов. Можно предварительно записаться на прием. По телефону, да? Да, и можно просто подойти, взять все бланки, дома заполнить и переслать почтой. То есть, в общем-то, все условия созданы для того, чтобы реализовать свое право на субсидию. Главное теперь воспользоваться. Елена Петровна, еще одна проблема, с которой довелось столкнуться социальным службам в этом году, это проблема беженцев. Насколько сейчас финансируется, вот финансируется та помощь, на которую могут рассчитывать беженцы? И все равно, в любом случае, я так понимаю, что они обращаются к вам, в управление соцзащиты, за получением помощи. Да, сегодня социальная защита, конечно, мы принимаем людей, которые переселились с Востока, из Крыма, и уже есть решение правительства о введении нового вида помощи для этих людей. В районах управления социальной защиты по месту их сегодняшнего проживания мы регистрируем, и уже более трех тысяч зарегистрировали людей, которые переехали и временно проживают в городе Одессе. И введена такая помощь, как ежемесячная выплата на проживание и, опять же, на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для нетрудоспособных людей размер этой помощи 884 гривны, для трудоспособных 442 гривны. На семью эта помощь назначается максимально 2400 гривен. И есть определенный механизм, который говорит о том, что если трудоспособный человек не работает, то мы эту помощь назначаем не на 6 месяцев, а только на 2. Если в течение двух месяцев человек не трудоустроился, то размер уменьшается в 2 раза. Если же не трудоустраивается в течение следующих двух месяцев, то выплата прекращается. Поэтому совместно с центрами занятости мы сегодня ведем работу и по трудоустройству трудоспособных лиц, которые переселились временно на территорию города Одессы. Как удается проводить эту работу? Насколько успешно люди могут найти работу? Понятно, что сейчас, наверное, не самая благоприятная ситуация для поиска работы. Я понимаю, что это вопрос не совсем к вам, но вы все равно курируете его. Вакансии есть. Мы понимаем, что не всегда может быть решен вопрос о трудоустройстве по специальности или по занимаемой должности, которую человек занимал, проживая на предыдущем месте жительства. Но вакансии есть. То есть если есть желание работать, то мы трудоустраиваем этих людей. И люди, если не желают, то берутся за любую работу, понимая, что, возможно, это будет временно. И дай Бог, чтобы это было временно, и они вернулись там, где проживали ранее. Я так понимаю, что большинство из обращавшихся – это все-таки семьи с детьми, которым нужно было еще и устроить ребенка в детский сад, в школу. Я понимаю, учебный год уже давно начался, тем не менее. Все ли в этом отношении в порядке? Насколько удалось разместить всех желающих? По всем людям, которые обращались и по школам, и по детским садам, решены вопросы. Сегодня количество устроенных в садах говорит о том, что практически один детский садик заполнен только детьми, тех, кто переселился. Поэтому вопросы эти решены, что по детским садам, что по школам. А сейчас будем решать вопросы по помощи. Продолжают ли обращаться еще вынужденные переселенцы, или основной вал уже прошел, то есть сейчас уже идет такая программа поддержки? Нет, как раз сейчас, когда была введена норма регистрации, уже регистрироваться будет человек в районном управлении социальной защиты, и когда была введена помощь государственная, то как раз вот сейчас людей пошли. И количество посещений в день от 50 до 100 человек приходит в районное управление социальной защиты. Тем более, что сегодня введен еще новый дополнительный вид, только уже одноразовой помощи, которая будет оказываться уже за счет тех средств, которые поступили от благотворительных фондов, от международных организаций, и будет это решаться через Министерство социальной политики, вот сейчас эти семьи могут еще раз обратиться, написать заявление на оказание уже одноразовой помощи, но там должны быть представлены документы, которые подтверждают их дополнительную потребность. То есть, возможно, это там семья неполная, только мама с детьми, или есть инвалиды. То есть, я так понимаю, что там и сумма могут быть разные, в зависимости от положения семьи. То есть, там не оговариваются даже непредельные суммы, то есть, они будут решаться индивидуально к каждой семье по тем документам, которые будут представлены. Ну что ж, у вас действительно огромный опыт в решении как раз индивидуальных проблем. Я благодарю вас за эту беседу, желаю удачи. Тем более, действительно, сейчас, наверное, предстоит планирование, планирование финансов на следующий год и их распределение. Это достаточно серьезная задача. Желаю вам удачи в его выполнении. И напомню, что у нас в гостях была директор городского департамента труда и социальной политики Елена Китайская.